всем привет любимая многими рубрика лучшие изделия недели по поводу в прошлый раз по поводу ногтей девушки которая снимает было много замечаний видимо есть какие-то любители рассматривать ногти искать на них пыль значит вам придется найти скорее всего есть где-то на ю тубе канал где люди рассматривают и критикуют ногти вам надо туда буду банить потому что эта девушка которая производит съемку она же у меня бухгалтер и она же начальник производства она же ходит налоговую в мастерскую на почту и много еще куда и камни и кольца то снимает на бегу в промежутках попробуйте так если у вас получится при этом чтобы вы были идеально чистые без пыли да ну я возьму вас на работу тогда специально решил это изделие сделать первым но по сути уникально своей помпезностью да и крутизной это конечно же кольцо не на каждый день естественно да ни в коем случае то есть это так называемое коктейльное парадное выходное кольцо когда вот какой-то бал мероприятия все красиво оделись сели красиво посидели или походили или потанцевали и все сняли вот картошку копать в таком кольце не положено совсем здесь редчайшая красная шпинель из бирмы очень качественный камень таки такого цвета шпинель попадается крайне редко плюс еще бирманская совсем большая редкость на там естественно есть включение здесь их видно но они в свою очередь подтверждают что камень натуральны без облагораживания модель классическая то есть это не наше изобретение но это мое видение да то есть мы переделали сделали золото с чернением и добавили туда черный биллиант вместо белых сначала пробовали сделать белое с белым но как-то совсем не так красиво вот теперь прям она как должно быть как задумывали готическая красота и под и помпезность номер два это колечко как раз можно носить каждый день очень изящные дизайн я называю эльфийским можно его так назвать ну собственно у меня такая фантазия да что это дизайн называется эльфийским здесь стоит камень который оказался очень востребован популярен вы много таких покупаете это турмалин который по сертификату будет какой-нибудь желто-розовый розово-оранжевый оранжево-розовый но у него есть торговое название у такого сочетания цветов и оттенков как под параджа у меня были случаи когда вы покупали такие турмалины вы их большом количестве у меня покупаете заказываете и некоторые покупатели ждали что в сертификате например от мгу будет написано прям турмалин под параджа нет это торговое название очень мало компаний которые свои цветовой линейки сертификации да имеют вот такое название как под параджа в основном если цвет такой сложный как здесь его раскладывают на оттенки и пишу что-нибудь типа розово-оранжево-желтый или там красновато-розовато-желтоватый вот как-то так но камень от этого не становится менее красивыми естественно мужской перстень с одним из моих любимых камней черный звездочный сафир очень удачно попалась освещение прям повезло кстати иногда приходится несколько дней подряд выходить пытаться поймать свет потому что смотрите здесь видно и структура камня то есть до виден рутил вот ниточки иголочки рутила которые создают неповторимый космический рисунок на который можно залипать круглосуточно чем я часто и занимаюсь и при этом видно одновременно звезда очень простой дизайн потому что кольцо повседневное здесь у нас мне кажется серебро с матовым чернением до чернение со временем стирается и да его можно и нужно регулярно поправлять как и в принципе любые другие изделия из любых металлов конечно же нужно всегда сдавать на сервис даже если это будет просто золото на нем довольно быстро остаются микро царапинки которые портят внешний вид и все все украшения любые из чего бы они не были сделаны нужно всегда сдавать на сервис по бокам вы видите уже знакомые для постоянных зрителей символ который называется у на он это символа движения вверх вперед развитие и просвещение номер четыре здесь как раз не так повезло с освещением то есть видите для разных камней и не подходит одно и то же освещение я об этом уже отдельно снимал целые видосики то есть видите для черного звезд что возошло для турмалина аппараджи зашло для синие шпинели нет она здесь выглядит темный потому что лучи слишком яркие слишком прямые она любит более рассеянный свет такое чтобы область была тогда она прям становится вот синий огонь до синее пламя классическое кольцо синие шпинель золото бриллианты все прям вот по классике по эскизу естественно заказчика это прям ну можно повседневно но опять же для повседневной носки но опять же камень настолько прекрасен и он крупный довольно да что можно смело одевать и на какие-то баллы у императора например вот не никого не смутить такое колечко своей скромностью потому что она не совсем прям скромная номер пять тоже поиски из у клиента такая подвесочка заказчик хотел чтобы сердечко это опять у нас турмалин цвета вот парадже и он прям великолепен вообще там не знаю десятки цветов и оттенков до наблюдать можно ну вот заказчик хотел чтобы так сердечко висела наискосок да чтобы не как у всех а немножко по-другому но собственно мы всегда делаем то что наши любимые заказчики нас просят сделать собственно все получилось идеально и да подвеска выглядит очень необычно есть ее повесить знаете когда цепочка с цепочки потом еще такая ниточка ну допустим золотая висит и на ней что-то болтается там сантиметров 5 ниже вот прям мне кажется подвеска для такой конструкции создана номер шесть на первый взгляд вроде прям как классика да но смотрите сейчас потихонечку колечко будет поворачиваться и там много деталей которые делают его ну на мой взгляд таким более готичным там есть определенные завитушки черные блянты расставлены стратегически важных местах и колечко становится не таким уж и обычно обыкновенным и простым здесь стоит хороший красный гранат со шри-ланки он прям исключительно алый серебро белое золото и не помню кажется белое золото в принципе это не важно потому что белое золото на самом деле желтовато я я рассказывал да его покрывают родием это металл из группы платиновых и собственно серебро тоже покрывает родием и внешне понять вот на глаз что внутри серебро и золото или золото невозможно вообще собственно поэтому я например всегда советую ставить серебро и сам тоже ставлю серебро да говорят что золото чуть-чуть прочнее но вы знаете через три месяца если ты его носишь постоянно каждый день все равно и золото и серебро надо сдавать на сервис в любом случае поэтому лучше сэкономленные деньги на золоте вложить в камень купить чтобы он был побольше пока покрасившие поярче но это опять же мое мнение я вам не навязываю я могу только советовать это наша авторская модель мы ее повторяли много раз в разных самых сочетаниях и вот ее как ни сделай она везде получается красивая номер 7 специально поставил рядом эти изделия вот смотрите видите как раз модель по сути одна и та же но камень все меняет то есть даже как-то вот она по-другому смотрится про модель же рассказывал про золото серебро тоже рассказал про камень хочу вам рассказать это шпинель мохенги из танзании я как раз был там на добыче кто не смотрел видео можете ознакомиться этот камень уникален потому что обычно мохенги она бывает шпинель да поэтому она розовая мотору матово-розовая такая вот молочная или она бывает розово-красная цвета hot pink горячий розовый есть пару камней у нас прям совсем красные вообще а данный камень он очень необычной рассветки я вот в принципе такой ну вот наверное он единственный который я видел смотрите здесь есть разные оттеночки и по сути его можно смело назвать тоже под параджи этот цвет то есть я бы если мне показали сказали что это сафир по параджи я бы наверно поверил попросил бы показать документы на камень и ну турмалин тоже да то есть турмалин и схожего цвета есть вот шпинель такого цвета она мне попалась впервые то есть камень по сути уникальный похожего такого я пока больше не видел номер восемь великолепный алый гранат из шри-ланки вокруг черные бриллианты и посмотрите это у нас серебро с чернением да с моим любимым чернением и посмотрите там где поворачивается это кулон у нас подвеска кулон где подвеска поворачивается вид сбоку видно там у нас один из древнейших символов вообще в мире он встречается с неолита его знает археология вот но в русской науке он называется как дерево жизни дерево жизни то есть дерево какое-то огромное дерево она проходит практически через все мифологии мира на программу практически везде есть символизирует собственно жизнь ну и собственно вот именно из этого символа произошло сердечко современное которое мы друг другу постоянно отправляем показываем рисуем вот совсем не от задницы как рассказывают у нас по телевизору байку да что вот там когда-то рисовали друг другу задницы потом запретили церковь да вроде как и начали рисовать сердечко нет сердечко произошло ребята вот отсюда это дерево жизни номер девять дизайн от заказчика естественно по его желанию синяя шпинель освещение в день съемок я уже говорил не для синей шпинели было но тем не менее она видно что она великолепна что на синяя камень очень чистый шпинель у нас из шей-ланки дальше золото и дизайн принципе он такой прям минималистичный да то есть нету каких-то лишних деталей тут в принципе сам камень по себе настолько великолепен что детали никакие не нужны то есть его деталями наверно только испортить можно обычно мы стараемся вот когда такая модель ставить внизу перегородочку потому что колечко может со временем разогнуться камень может начать звенеть но вот чтобы добиться легкости ее там нету да нужно следить обязательно за если у вас есть подобное кольцо с подобной закрепкой камня нужно обязательно следить когда камень начнет звенеть там вибрировать до внутри позвякивать в самом кольце нужно отдать на сервисе возможно придется все-таки внизу поставить перегородочку тоникую со временем номер десять постоянные зрители уже знают что такое это украшение подвеска тире амулет это история половины моей жизни я почти 20 лет изучаю тайский шаманизм и вот собственно мы изобрели такой клон значит есть такой амулет в тайском язычестве буддизме индуизме который называется ног сантика эта птичка которая поет две птички там две да обязательно должно быть посмотрите мою передачу на ю тубе у пучкова вот как раз про амулеты на днях выйдет одна серия так вот птичка которая садится на плечи твоему собеседнику птички и поют ему в уши значит свойства какие у этого амулета что он придает человеку это обаяние привлекательность и умение говорить так чтобы твои партнеры собеседники тебя слушали и слышали но собственно сами понимаете какие здесь плюсы верите вы не мерите это неважно я знаю что носить вещи со смыслом намного интереснее и приятнее чем носить вещи без смысла здесь у нас серебро с чернением черненькие бриллиантики маленькие птичек в глазах и алый гранат номер 11 наверное впервые у нас изделие которое можно купить вот видео участвует это тоже амулет тоже от шамана шаманова наговаривал проводил с ним все обряды как и с вышеперечисленным тоже амулетом птички да это лесть листик дерева бодхи он же шагающий фикус он же фикус религиозис это дерево под которым будда родился просветлел и проводил довольно много времени в медитации в буддийской азии это дерево является символом просветления любви а данный амулет еще наговорен на взаимную любовь счастливую семью и счастье человека который выносит и всех вокруг кто с ним общается живет под одной крышей но там такая формулировка именно под одной крыши то есть ну видимо на семью да тут у нас желтое золото белое золото и тут у нас специальные мантры и тут у нас алый гранат камень вот изделие продается мы под видео напишем стоимость естественно в единственном экземпляре других нету вот если такое заказывать ждать нужно где-то минимум полгода потому что и мы сейчас языка вида очень медленно все делаем и шаман очень медленно наговаривают то есть на эти обряды уходит довольно много времени номер 12 колечко для повседневной носки в таком натуральном стиле выполнена здесь у нас алый гранат и серебро с чернением и смотрите довольно популярности кстати не знаю как он называется природный естественный натуральный не в курсе я вообще кстати стараюсь как можно реже смотреть другие изделия или читать про них что-то ну чтобы случайно не своровать дизайн самому намного приятнее придумывать ну вот это конечно штука такая распространенная когда делают такие следы будто бы он подплавленные или подточены водой до выветренный собственно что мы здесь и сделали по желанию заказчика выглядит довольно интересно я от себя тоже планирую такое колечко сделать как будто бы она из какой-то естественной среды сама появилась тоже довольно интересно и стильно номер 13 совершенно классическая классика прям вот в чистом виде то есть классику мы тоже конечно делаем и немало здесь у нас не гретый желтый сапфир бриллианты золото что значит не гретый желтый сапфир сапфир вы знаете да что 99 процентов греют чтоб они стали чистыми прозрачными 1 процент не греют для обычных людей неважно мне например неважно я ношу и греты и негреты и камни мне совершенно все равно потому что нагрев это естественный процесс это не залив стеклом это не краска не химия какая-то да то есть все нормально общепринято считается что греты камни это допустимо вполне вот но люди которые занимаются эзотерикой и верят в то что камни могут что-то изменять и чего-то человеку давать они заказывают у нас только негретые камни и в частности довольно много заказов мы получаем на желтые сапфиры я всегда спрашиваю что они мамам могут дать конкретно но ты мне рассказываешь что мы ходили к астрологу и по дате рождения астролог для нас подобрал вот такой собственно камень он не дает вот это вот это не будут разглашать возможно это личное интересно что в юго-восточной азии немножко по-другому там приходишь говоришь хочу много денег мне говорят синий сапфир на указательном пальце говоришь хочу бурную страсть любовь тебе говорят розовая шпинель на каком-то другом пальце не помню то есть наоборот все происходит по задачам камни подбирают а не по гороскопу и мне вот наоборот когда больше нравится вот как юго-восточной азии номер 14 ну и снова моя любимая можно часами залипать на это кольцо здесь собственно видео он дизайн то вообще не нужен вообще не нужен совсем если можно было камень просто приклеить пальцу и с ним ходить вот этого вообще достаточно вполне я считаю но к сожалению приходится что-то еще делать какой-то закрепку на великолепнейший сапфир черные звездщиты напоминаю добывали только в одном месте в мире в городке чан-то бури в таиланде видео смотрите добыча давно иссякла но вот какие-то остатки мы скупаем их все меньше и меньше и цены потихоньку растут я уже говорил да что в сентябре сейчас мы продаем такие по 300 долларов за карат в сентябре будем продавать уже по 500 долларов за карат естественно можно купить и за 5 и за 10 долларов за карат но это будет что-то такое без рисунка без звезды в трещинах дырках пузырях такого к сожалению ну 99.9 процентов также много подделок звезду наводят элементарно мошенники прям специальность оборудование чтобы на синтетике навести звезду да и заливают плохого качества черные звездочные сапфиры и стеклом и полимерами какими-то и чё там только не делают с ними миллион способов разных на сегодня все всем привет всем удачи всем хорошего здоровья не болейте берегите родственников